Всем привет! Сегодня начнём знакомиться с центральной аларм-мониторинг-системой. Это сложное и объёмное устройство, и за один раз всё о ней не рассказать. Поэтому сегодня основные сведения об этой системе и чуть подробнее об одной из её составной части, вернее частей, Field Station. Тем более, там для меня сегодня есть небольшой кусок работы. Центральная аларм-мониторинг-система служит для мониторинга и контроля параметров работы разнообразных судовых систем и устройств. На этом судне это система модели SMS-22K компании JRCS. Центральная часть системы это модуль Field Station Control Unit, который осуществляет контроль всех функций системы. Этот модуль располагается внутри консоли CPU. Модуль выполнен на основе микрокомпьютерной технологии, поэтому эта система, как и все современные компьютерные установки, способна выполнять множество различных функций, как мониторинга, так и контроля. О некоторых из этих функций будет рассказано в дальнейших фильмах. Центральному модулю подключаются два цветных LCD touchscreen-монитора. При необходимости можно подключить четыре. Мониторы находятся на лицевой стороне консоли CPU. Мониторы это интерфейс с системой для общения с пользователями. На мониторы выводится информация о текущих значениях контролируемых параметров, а также сигнал аларма в случае выхода этих значений за установленные лимиты. При этом на экран выводится информация, когда и в какой контрольной точке случился этот абнармал. Всего таких контрольных точек, с которых система может обрабатывать данные, может быть 1280, но на этом судне используется всего чуть более 500, что тоже немало. Также через монитор персонал может осуществлять настройку каналов, изменять лимиты срабатывания этих алармов, заходить в различные журналы памяти, управлять работой установок и выполнять другие действия, о чем будет рассказано далее. Каждый монитор дополняется клавиатурой, которой можно работать, не используя тачскрин-экран монитора. Вышедший на аларм-мониторинг в системе сигнал аларма также может передаваться на дополнительные удаленные аларм-панели, которые размещены по каютам механиков, а также еще в некоторых других местах, где ответственный механик может находиться во время отдыха. Дополнительные аларм-панели включаются в работу после переключения системы на безвахтенный режим. Также информация о аларме распечатывается на аларм-принтере. В этой системе есть еще один принтер, который называется LOG-принтер. Раз в сутки, обычно он настроен на полдень, он распечатывает отчет о параметрах работы подконтрольных механизмов. АМС имеет связи с другими внешними устройствами, такими как система сигнал LightColumn, которая распространяет сигнал аларма в виде световой и очень громкой звуковой сигнализации по всем уголкам машинного отделения, дистанционными панелями сигнализации Deadman Alarm, системой судовых часов точного времени, другими различными системами и исполнительными механизмами. Также имеется порт для подключения АМС в судовую компьютерную сеть. Питается АМС постоянным током напряжением 24 В, которое поступает от специального бесперебойного блока питания UPS, и от судовой батарейной сети 24 В. Информацию о состоянии контролируемых параметров работы механизмов АМС получает от датчиков. Как я уже сказал, их максимальное количество для этой системы – 1280 штук. Из них могут быть 480 аналогового вида и 700 дискретного. АМС СМС-22К может работать с сенсорами температуры типа 5100, как с трёхпроводным подключением, так и двухпроводным, термопарами K-типа, датчиками давления и другими сенсорами сигнала 4-20 мА, датчиками оборотов, счётчиками пульсации, переменным резистором позиционера, датчиками с on-off контактами и некоторыми другими сенсорами. Но эти датчики подключаются к АМС не напрямую, а через промежуточное устройство, которое называется Field Station. Field Station размещены в различных местах машинного отделения. На этом судне их локация следующая. Одна станция в ГРСЧ, одна в консоли ЦПУ и ещё 4 по разных местах машинного отделения. Всего эта система может содержать до 20 станций Field Station. В Field Station монтируются электронные платы интерфейс-карт, посредством которых организовывается взаимодействие сенсоров и центрального модуля Field Station Control Unit. Карты интерфейса получают сигнал от сенсоров, кодируют его в форму для передачи на центральный модуль по коммуникационному проводнику стандарта RS-485. Таким образом, от одной Field Station в ЦПУ заходит только один коммуникационный кабель, вместо всех тех шестидесятков кабелей, которые заходят от сенсоров Field Station. Карты интерфейса смонтированной Field Station не одинаковые. Для разных видов датчиков они разные. Для аналогового сигнала используются карты LCUM110B для подключения датчиков температуры типа 5100 и карты LCUM400B для подключения датчиков сигнала 4-20 мА. Каждый интерфейс карте можно подключить 16 датчиков. Карты M110 и M400 можно отличить одна от другой, кроме, конечно, как по маркировке, ещё и тем, что плота 110B для сенсоров 5100 имеет только один ряд из 16 подстроечных резисторов для подстройки каждого из каналов. А карта 400B датчиков сигнала 4-20 мА имеет два ряда подстроечников. Белого цвета при калибровке каналов устанавливается ноль, а жёлтого – диапазон измерения. Для датчиков дискретного сигнала применяются карты LCUM02A. Их отличительная особенность – множество светодиодов красного цвета. Каждый светодиод информирует замкнут или разомкнут контакт соответствующего сенсора в настоящий момент. И, соответственно, уходит отсюда на АМС сигнал диаларма или нет. К одной такой карте можно подключить 32 датчика. Так как в системе SMS22 реализована функция самодиагностики входящих в неё модулей, то при возникновении неисправностей в какой-то из филдстейшн на мониторе будет об этом видна информация. Питается филдстейшн постоянным током 24 вольта. А теперь мне нужно выполнить ту работу в АМС, о которой я говорил вначале. Старший механик обратил моё внимание на то, что после выхода судна из драйдока на аларм-мониторинг-системе постоянно висит и не уходит аларм МГО-бойлер температура «Хай». Это значит, что топливной МГО-линии котла топливо перегрета. Хотя точно известно, что это не так, и топливо в данный момент не может там быть перегрето. На работу котла это не влияет, но постоянно висящий аларм на АМС тоже не нужен. В общем, нужно разобраться. Сначала пошёл искать этот датчик на трубопроводе этой топливной системе, но облазил всё, а датчика не нашёл. Теперь решил выяснить, на какую филдстейшн подключён этот сенсор. Для этого нужно на мониторе зайти в группу котла, а затем зайти в информацию по интересующему меня сенсору. Здесь видно, что сенсор подключён к LUC Field Station. Он дискретный. И его номер 60. Это значит, что в данной Field Station две дискретные карты, и мой датчик следует искать на второй, так как на первую подключены номера до 32. Перед тем, как исследовать Field Station, проверяю по таблице подключений сенсоров к Field Station, так ли здесь всё и по схеме. Но вижу, что по таблице сенсора номера 60 вообще нет. Проверяю подключение к карте Field Station. Вот вторая карта дискретных датчиков. На этот терминал подключаются провода от сенсоров, а напротив светодиод наличия сигнала. На их клеммы на этом терминале 28. К ним ничего не подключено. Обсудили ситуацию и решили, что когда в DryDoc'е китайцы модернизировали топливную MGO-систему, то забили в АМС этот новый датчик, но так его и не установили. Чтобы убрать этот аларм, нужно вместо датчика просто установить перемычку на клеммах терминала. Этим симулируем замыкание контактов датчика. Что я сейчас и сделаю. Пока буду устанавливать перемычку в канал этого датчика Repozy, то есть датчик отключаю из схемы. Это для того, чтобы не сработал и не гремел аларм, если быстро не получится установить перемычку. Восстанавливаю схему канала. Аларм ушел. На сегодня все. В дальнейшем будет продолжение рассказа о других блоках аларм-мониторинг-системы. Ваши отзывы, замечания и вопросы жду в комментариях. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!